привет дорогие друзья моего канала и те кто попал сюда впервые меня зовут юрий лесовский как обычно ничего не изменилось и сегодня мы с вами выбрались точнее я выбрался а вы за мной смотрите на очередную фидерную рыбалку давненько что я не не ловил осенним фидером осенними холодными ночами начнем с того что сейчас конец сентября практически уже и я выехал на реку правда она такая какая-то безжизненная ничего посмотрим у меня в планах половить вечером сейчас около пяти часов вечера половить ночью может быть половить утром если хватит на то сил будем готовить сегодня такой достаточно универсальный осенний состав поэтому в него войдет одна темная прикормка это будет салма платва темная достаточно мелко фракционная тем более мне тут пачечка порванная нашлась на складе одна темная и одна прикормка будет по-настоящему летние это лишь карамель салма желт желтой крупной фракции виде сухариков достаточно питательная но учитывая то что все таки уже вода холодная около наверное 14 13 а может быть и 12 градусов эту прикормку я тоже добавлю потому что все таки хочется рыбу ловить крупную попробуем не знаю что из этого получится но тем не менее у нас есть время у меня есть время принципе даже завтра днем не ограничен ничем могу ну наверное сил конечно не хватит просидеть с вечера прямо до вечера сутки посмотрим может быть к утру уже устану обловлюсь но об этом обо всем попозже сейчас увлажню прикормку место уже разложил потом будем с вами искать точку и потом стемнеет наступит ночь а мы будем ловить рыбку фидером березина беларусь фидерная рыбалка что может быть прекрасней а погоде если сказать вот сейчас 12 ночью 89 плюс-минус такая но я все подготовил к тому что будет дождь потому что по прогнозу нарисованный ночью и утром я поставлю зонт меня лес закрывает немножечко в принципе ветра не будет я думаю встречного поэтому кусок пачки до сих пор во рту поэтому в любом случае будет комфортно теплой одежды набрал не замерзну все не болтаю замешиваю прикормку вода из водоема чудесно даже солнышко вышло по вечерне интересно в общем кратко про место здесь мы с вами еще не ловили никогда точнее видео с этого места не было это здесь ловил это река березина среднем ее течение так скажем сверху течение слева направо идет сверху от меня находится поворот достаточно крутой больше чем на 90 градусов ударяется в берег от меня метрах в 300 наверное 400 и начинается такой прямой достаточно ровный тягун это место я знаю давно и рельеф что интересно здесь за годы за 5 или 6 лет очень сильно изменился если раньше яма была на повороте то сейчас ее нету это я знаю потому что на лодке тут ходил ее как-то под замыло с этой стороны был миляк поэтому сейчас все поменялось вот это в чатах иногда читаю люди спрашивают карты глубин рек но это вообще бесполезное дело на один сезон на два только можно делать никто этим не занимается и вот на протяжении вот этих 300 400 метрах идет по нашему берегу такое достаточно широкое равнозначное русло с фоновой глубиной но вот я был здесь месяц назад с лодкой около трех метров и я сижу где-то уже в конце потому что начинает ну наверное вот метров 100 вниз начинает выходить на река уже на такой полутора метровый широкий такой парагон то есть здесь локальная можно сказать такая для березины в принципе ямка трехметровая и я дно плотно усеяно ракушкой здесь бил жерех когда-то месяц назад хорошие такие в принципе жереховые места даже у меня была поклевка такая с разгибом крючка но я такой мощной поклевки в жизни на спиннинг не чувствовал правда рыбы я не поймал ну сейчас вода тихая абсолютно такая мертвая выглядит никто нигде никого не гоняет ну в целом вот так вот ширина реки порядка метров 90 может быть 80 и вся глубина до середины реки примерно у нас под берегом там идет миляк такой с песчаными барханчик ами метровая глубина метр двадцать и прочее ну там ловить невозможно потому что будет стягивать кормушку буду искать что-то хотя что-то найду ракушку где-то комфортную дистанцию и на ней в принципе буду клипсоваться с точкой ловли я определился ничего себе первый хищник кого-то погонял она совершенно казалось недалеко нашел местечко след напротив меня падает грузик на быстрый счет 8 то вот там есть небольшой прям чик в который падает на счет 10 и по структуре дна он твердый он стучит достаточно мелко ракушкой стучит через несколько метров вот через три идет такая полоса не знаю чего но такая залипающая и потом опять начинается стук то есть интересный какой-то рельеф есть с одной стороны вот тут отыгрывает отбивает есть небольшой при ямочек справа дальше к сожалению пробить не могу но так немножко сбоку подбрасывал в принципе там значит все напротив меня 8 в этом прям очки на 10 120 груз падает на это примерно метра два с половиной наверное есть правее ну тоже так на 9 на 10 на какие-то падает но интересно что перед передо мной небольшой бугорок и плюс разная структура дна мелкая дрожь вот прям выбранной точки и достаточно небольшой участочек какого-то мягкого может быть это какой-то или свальчик немножко или подъемчик но в пределах 20-30 сантиметров у нас скорее даже 20 прощупать это все таки грузиком достаточно сложно но эту дистанцию я выбрал на мелкой ракушке в небольшом при ямочке осталось мне посмотреть какая будет у меня уверенно лежать кормушка конечно хотелось бы чтобы вес ее был поменьше вот интересно начнем даже может быть шестидесятки шестидесяточка с небольшими шипиками хотя вряд ли все таки течение есть и небольшой нюанс еще в том что по реке плывет не знаю что это то ли ряска то ли ну пух вряд ли ну что-то короче плывет в общем мне пришлось отказаться от использования шок лидера во первых потому что забиваться будет а ночью это очень неудобно во вторых на голой плетенке так посмотрю нет ну 60 конечно не вариант 60 у нас скачет перейдем другой отсек тут 65 хочется еще и большой корма емкости попробую наверное кормушку 80 грамм не есть какая-то сам самодельная не кто-то вручил с грунтозацепами или пластик 90 это то что объемная кстати вот шестидесятку немножечко куда-то подкатила правда прыжка или может быть 5 она остановилась но если у нас все-таки целевая рыба лещ то меня это не устраивает никак она должна стоять там где я хочу нюансик возник еще с катушкой не знаю что с ней во первых я хотел взять 2 потому что фидера взял 2 но в сумке оказалась одна только катушка это чего-то у нее зубом с каким-то похоже какой-то дыр дыр бывает когда крутишь 80 к по логике вещей должна стоять стабильно главное наверное правило при ловле леща что кормушка должна находиться на дне неподвижно и желательно там где выходит корм там должна она и стоять чтобы не было такой ситуации когда корм вышел кормушка поскакала дальше так смотрю на кормушку 80 грамм это не прокат это леска ну вот 80 даже пустая вот так и и надо так она и должна стоять фидер у меня почему-то 100 грамм тестом а я думал 120 написано 100 ладно будем верить кормушку подобрали принципе дно подобрали ну и конечно хотелось бы чтобы на поклевке и все-таки срывала наверное если хорошая поклевка то будет ее срывать с места ай-яй-яй неприятное ощущение в катушке но ничего страшного надеюсь эту рыбалку она еще продержится таким образом забыл посчитать обороты давайте мы с вами с вами посчитаем правда не знаю зачем вам эта информация но может кто-то узнал место и вдруг у меня что-то получится будет знать насколько бросать вот еще кстати кусты плывут и корчи какие-то плывут в общем будет весело так раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять двадцать девять оборотов очень комфортно есть нюансик в оснастке но если сработает покажу вам его позже вот ничего сложного потратил 20-30 минут прикормка уже приготовилась нужно в принципе приступать к ловле ну что ж моя рыбалка началась все идет по плану на первом забросе я достал вот такой корчик значит поводок хорошие и последующие 10 забросов без контактов без рыбы несет траву иногда острова какие-то проплывают иногда ну то есть не иногда всегда вот трава приходит на кормушке принципе уже все подготовил к ночной рыбалке но самое обидное что нетронутая возвращается наживку травку то я могу снимать минуты минут пять точно стоит хорошо в этом месте то что попробую к мотыля на парыше не клевала но вряд ли на мотыля клюнет хорошо что в этом месте есть интернет ни одному будет не так грустно я могу включить на фоне какое-нибудь видео послушать интересное ну попробуем 4 мотылика один опарик становится на улице достаточно влажный боюсь что парыш у меня побежит из этой банки ночью надо что-то придумать сухого ничего нет начал давать в кормушку да ну сколько ну наверное 10 забросов я уже сделал начал давать в кормушку кастера мне сегодня из наживок и приманок я подготовился в принципе основательно ну потому что длительная рыбалка до плюс ночная до плюс осень я взял три банки по 100 грамм опарыша микс красно-белого взял пачку пол-литра кастера на насадку мотыля на насадку на ночную ловлю червячка 3 баночки такой мелкий хороший червячок и еще 200 грамм мотыля среднего но я пока его прикормку не даю жду от речки хоть какой-нибудь отклик хотя судя по тому что никого нет либо здесь наверное не клюет какие-то еще белки бегают надеяться и верить что рыба придет единственное по 10-15 минут не засидишься потому что набивается травы иногда иногда прям сносит ночью надо внимательно будет смотреть чтобы не было проплывающих больших корчей проплывающих островков потому что уже парочку проплыла поклевок к сожалению как я сказал пока что нет надеюсь что будут чтобы видео вышло если не будут то ничего не выйдет интересно даже объектив потеет как-то резко начала влажность вечером подниматься слышите может не слышно дятел там стучит минутка рекламы может быть две-три промотайте кому не интересно тут компания армитек начала очень хорошо я смотрю поддерживать блогеров но в частности давать свою продукцию на тест wizard c2 pro max фонарь я его сейчас установил для подсветки вершинки штука очень крутая с батарейкой 21 700 время работы какой-то запредельное оставлял на ночь ну точнее вечером поставил до следующего обеда она еще светит на такой не но не на самой яркой она на такой как нужно подсветку вершинки причем фонари у них действительно крутые сказали передать что по промокоду лесовский русскими буквами на армитек руна армитек бай скидка 15 процентов так что кто в подарок ищет кому-то действительно крутую качественную вещь вот можно такой фонарь посмотреть это он у меня будет один подсвечивать вершинку 2 у меня есть c2 pro не макс в котором батарейка 18 750 но я его забыл и сегодня ехал и думаю чем же я буду подсвечивать руки и насаживать заехал в сахты вот следопыт фонарь 4 доллара стоит 11 рублей белорусских тут батарейки три штуки а а нужны они стоят нам дороже чем сам фонари его сейчас закреплю как-то ну и как налог на уже надо готовиться к ночи потому что стемнеет быстро и чтобы не сидеть и в темноте не ковыряться сейчас буду готовиться но этот фонарик тоже у него три режима и такой стробоскоп есть но просто его ставить туда не вижу смысла потому что у него во первых вдруг дождь у него защиты нету даже резиночки тут нет можно и как-то наверное сделать чтобы вода не проникала в батарейный отсек но лучше он у меня будет им плюс полегче немножко чем армитек он будет для подсветки вот этих оперативных моих рук действий еще полчаса прошло и вот ничего не произошло один раз наверное за одного опарыша дернула у комарики повылетали ну так просто дерг и такой один из двух опарышей белых был прижат и продолжает течь трава дольше на пяти семи минут сидеть невозможно потому что начинает кормушку стаскивать рыбка пока никакая не подошла не интересуется ничем не мотылем не опарышем не кастером сейчас не знаю нас наживлял два кастера но их нету ну маловероятно что рыба клюнула может быть просто где-то заодно зацепилась ну и сегодня немножко внес изменения в оснастку точнее такой хитрый приемчик может кто не знает сверху на скользящие оснастки вот нижний отбойник скруточка кормушка скользит сверху в 10 сантиметрах поставил еще достаточно плотный стопорок его можно двигать ближе дальше надеялся пока надежды не оправдывается что здесь подуст есть подуст здесь есть и по лету он тут ловится но сейчас почему-то еще на прикормку не подскочил или может просто ушел куда-то и вот у подуста очень сильные поклевки случаются прям удочку загибает и ты берешь и без контакта и часто в таких случаях именно верхний стопорок помогает на скользящей оснастке сделать самозасечку рыбе чтобы вот на резкой такой потяжки подачи кормушка ударилась и крючок рыбе в губу впился пока не могу не подтвердить не опровергнуть то что это работает хотя довольно часто так делаю несмотря не в спорте на обычных рыбалках в спорте это запрещены всякие верхние стопора не часто на засекаемость на скользящей оснастке лучше потому что видеть мощнейшие поклевки этом проморгал немножечко допустим не отвлекся не в тот момент потек и нету рыбы это очень печально поэтому этот вот выше 100 порочек резиновый часто помогает именно для самозасечки продолжаю кормить вообще не унываю к ночи подготовился теплую одежду куртку в частности взял что еще штаны одни поддену фонари установил в принципе готов уже к тому чтобы потемнело и готов уже к тому чтобы начало клевать ну пока вот как есть так есть уже почти стемнело вот первая рыбка клюнувшая сегодня оказался такой небольшой головник внутри белых опарыша он совсем маленький вы даже при массажда бросил только-только случилась первая поклевка хотя уже семь часов вечера полтора может быть наверное полтора часа без поклевок намечается неприятное действие как-то бегство опарыша из баночки сегодня кстати не зря наверное опять три белых один когда собирался мне в ведро упала баночка такая круглая из матрешек в которых можно посадить опарыш и он не будет иметь возможности убежать но я это не воспринял как знак наверное надо было ее взять сейчас мне ничего подобного с собой нету сижу думаю как их просушить потому что какая-то феноменальная влажность на улице все вокруг мокрая почему-то стало осеннее с утра наверно будет что-то наподобие росы или ине но ничего первая поклевочка первая рыбка надеюсь продолжение будет вообще конечно большая надежда на то что хорошая рыба выйдет ночью поэтому я продолжаю кормить не засиживаюсь и тут не засидишься особо потому что траву несет ну хоть не с нулем это уже спасибо на этом видите какая красотища тут происходит со вторым светом конечно не так видно но тут такой прям от воды туманище интересные возникает и все-все-все вокруг мокрая 12 часов ночи а так ничего интересного кроме одной поклевки головля голавлика так скажем маленького больше ничего и не произошло достаточно скучно сидеть 7 7 часов до сли увидеть одну поклевку плюс по воде усилилась течение от этой всей гадости судя по всему да не судя по всему это ряска так иногда только пролетающие фуры рядом взбадривают обстановку в целом достаточно печально не совсем то на что я рассчитывал плюс этот туман как-то дурманивает голову хочется почему-то спать заодно посидел пока пока не клевало пообщался с ребятами там но есть много тематических чатов в вайбере в частности вот в беларуси не там рассказывают ну точнее как рассказывает меряются иногда чем-нибудь но есть люди которые выкидывают хорошие отчеты которые ловят рыбу хорошо знают местность хорошо знают реку и принял я решение во первых чтоб не мерзнуть потому что три кофты куртку одевать не хочется вы же видите настроение передают ночной зевать хочется куртку вообще не хочется как бушлат одевать трое штанов на мне три кофты точнее термуха и две кофты принял решение поковыряться потратить час может быть полтора на сборы и тут высокая гора все это нужно занести еще к машине и переехать на новое место найти по ночи местечко свободное посоветовали ребята куда ехать где может быть рыба где ловили на прошлой неделе буду собираться переезжать немножечко может часик-другой отобьюсь до рассвета в машине где-то посплю может по дороге кофейку возьму а то что-то без термоса поехал и продолжим уже тогда рыбалку эту же рыбалку но продолжим в другом месте ехать мне порядка часа ну ничего такое мини приключенец и потому что ну так вот совершенно грустно и совершенно невозможно несмотря на то что она как бы светится хорошо и вроде плюс-минус удобно не совсем дубак ну хочется кого-то экшена поэтому собираюсь переезжаю погнали вместе со мной там в теплоте наверное сидите чай попиваете ладно на то он youtube чтобы посмотреть в комфортных условиях хотя я здесь смотрел тоже больше для фона потому что ну все таки отойти понятно что ничего нет тут опасного не медведи не волков не рысь кстати здесь есть вот с той стороны реки рысь есть я знаю но она меня боится больше чем я ее просто стало скучно поэтому поеду переезжать вот это все великолепие мне предстоит собрать и затащить вот туда высоко на гору не знаю видно не видно реально высоко собрался переезжаю славный город бобруйск по пути находится заодно заехал на заправочку кофе немножко взял но интересная история на въезде в город экипаж гаи стоит всех останавливает проверку документов одесское удостоверение но думаю что это этих ищут кто этих дурачков которые пьяные за руль садятся проверили у меня документы и инспектор говорит а чё горит на кубок бобруйска к нам не приехали мелко мелочь а приятно я так не узнал по имени не помню может и виделись где-то ну передаю привет молодцы что стоите отсеиваете этих негодяев такие попадаются заехал короче на подсолнух кофе кипяток ничего себе кофе даже вкусный и самое короче сейчас покажу самое нелюбимое мое блюдо вообще в жизни но которая приходится даже не есть а жрать по дороге на рыбалку во время там рыбалки переездов после рыбалки что все заправки почему-то вот делают вот это говно просто чтобы набить помойник им ну вообще френч доги полная херня если откроется к это заправка ну точнее первая заправка которая начнет блинчики печь все я прям ваш клиент навеки знаете вот так когда круглая такая штука туда наливают черпачком тесто палочкой деревянные размазывают которые такими кладут начинку и чик-чик делается это быстрее чем вот эта вот фигня потому что тоже сосиска там пять минут греется туда-сюда часто холодную дают сосиску сосиски все эти невкусные короче если где-то блинчики откроют я думаю прям будет топ и бобруйский нету макдональдс зато есть красный пищевик это полезнее наверное но я бы с удовольствием конечно ночью заехал макдональдс кофе попил сел какой-нибудь там картошки или какой-нибудь бургер в общем до места еще около 40 километров перекушу даже он даже выглядит неприлично и не аппетитно ну да ладно доеду до места надеюсь что то место которое мне скинули будет не занята и там немножечко покемари наверно с вами увидимся уже утром поэтому всем привет кто вот подходит где-нибудь там здоровка и цель очень приятно на самом деле спасибо что смотрите канал а кто не смотрит а и кто смотрит но не подписчик то срочно нажмите подписаться буду засовывать себя эту так называемую еду и 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 ох эта ночь ребята длилась вечность это одна из самых длинных ночей моей жизни мне не спалось вот только вот только-только стало видно противоположный берег 6 часов утра и тут ковырялся полпятого с фонарем пока все выставлял на новом месте еще точку ловли не искал но видите как все мутно вокруг в голове то же самое наверное на полчасика я только рыбанулся там все включил какое-то видео что-то не мог уснуть в общем переживал за полчасика пока чуть-чуть кимарнул снились мне лещевые прям настоящие речные отстрелы подтвердится это или нет я не знаю немножечко такой дурманчик из-за того из-за отсутствия сна немножечко поколачивает из-за того что господа синоптики почему-то ошиблись и сейчас на улице 1 градус не 9 как написано в прогнозе даже не 61 один единственный градус плюс все вокруг очень мокрая потому что ночью такая сейчас туман а ночью такой прям летел мелкий 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 такой не знаю как это назвать это лет летающий туман ну вот он наверно летит над рекой у вас небось кадр тоже весь мутных я вот уже проснулся и тут самое прикольное я тут тягался короче с фонариком ночью и даже не знаю как это место выглядит потому что я первый раз тут первый раз увижу как все это выглядит ночью было все по-другому и здесь в реке и жизнь здесь кто-то плещется под деревом здесь я стоял с фонариком в воде на меня щучка такая сантиметров 15 на фонаре ночью выбежала здесь вижу разводы и круги на воде поэтому пойду искать быстрее точку ловли глаза и услуги на платформе для вас там она все вот так вот промелькнула для меня прям реально это было мукой лежал и думал быстрее вы блин расцвело потому что ну действительно просто колоссально длинная ночь пойду бросать грузик маркерный искать заветную бровочку и надеюсь ловить рыбу у меня кстати все же готово со вчерашнего вечера наживки все прикормка готова ну там все все готово то есть осталось только наловить чем мы сейчас с вами займемся кормушка восьмидесятка здесь стоит на примерно 30 метрах как вкопанная вообще никаких намеков на то что ее прокатит в общем что по структуре плавный от нас плавное снижение потом небольшая такая ступенечка и от нее метр наверное отступил но перепад по грузику быстрым счетом чтобы вы понимали 15 и 13 и дальше уходит 15 15 15 правее чуть чуть немножечко глубже на 18 где-то падает но может быть такая что там трава цепляется поводка то нет может быть из-за того что как-то по-другому грузик тонет или плетенка тонет сразу кинул опарыша в корм сразу немножечко мотыля там на корме разбил потому что но очень не хочется ловить очень хочется видеть поклевки он близко рыба вышла у травы рыба тут кстати у травы выходит совсем близко причем нормальная рыбка ладно по поищем сначала там хочу дать 5 быстрых кормушек повесить поводок и приступить все-таки к рыбалке которая продолжается уже с пяти вечера вчерашнего дня уже больше 12 часов продолжается поэтому немедлю чтобы на рассвете утренний клев не проморгать дадим туда 5 кормушек единственное конечно спешка спешкой но корм должен выходить из кормушки поэтому вот какие-то задержать 5-7 секундочек вполне себе можно и потом аккуратненько вытряхнуть это мои катушки совсем плохо это начала другой звук издавать но крутит потому что даю скрипит но крутит уже много лет кстати ладно это отступление вторую радует то что здесь жизнь показывается в реке как я уже сказал что здесь что-то видно кто-то где-то плюхает а ночью выше по течению вообще прям такие были сильные плюхи не знаю хищник может охотился тут небольшой старичок судя по карте чуть выше по течению его огибает русла место достаточно широкая и судя по всему такое но с нормальной глубиной метра три наверное тут точно есть но точно глубже чем было на прошлой точке и очень-очень на дне злая ракушка усеяна прям все ракушкой поэтому будем с поводками не танчить будем пробовать что-то половить это я пока болтаю третью даю не сильно сжимаю чтобы пустить шлейф кормовой буду надеяться что рыба откликнется до температура воздуха такая что подмерзают кончики пальцев но ничего где наш не пропадала вспомните наверное одно из таких первых лещовых видео на березине с утра корка была на мотыле на воде с мотылем сейчас корочки нет поэтому значит что лещик еще должен клевать но не прощу это плюс 9 знал бы взял бы вообще зимний костюм торнадо на минус 30 он чувствовал бы себя человеком а так чувствую себя отморозком чуть-чуть с утра четвертое и пятое потом будет поводок я уже вижу ориентир на том берегу поэтому я думаю все созданием точки все должно пройти на ура несмотря на то что кормушка лежит уверенно лежит надежно все равно на забросе удочку пока кормушка тонет помещаю на левый край стойки потом когда кормушка отыграла перемещаю на правой чтобы немножечко дать все-таки провис пузырь чтобы вес кормушки таким образом уменьшить зацепляемое заодно увеличить все 5 кормушка пойдет у меня с поводком включимся на рыбе видите даже из суеверия исходя не раскладывал пока подсак точнее садок подсак ты разложил на всякий пожарный все закрепляю поводок на старт два красных опарыша на десятом крючке поводок 016 длиной сантиметров наверное 90 такой длинненький ах посмотрим давай-ка с первого заброса ну по порадуйте уже старика хотя бы густерочка еще что-нибудь плотвичка подлещик язик лещичек головлик хоть кто опять сверху бультыхнула серьезно здесь острова тоже кстати продолжают плыть не так много как выше по течению было но все-таки 50 километров разница тоже надо учесть где-то эта рязка наверное оседает фильтруется по берегам уже но острова доплывают на такого ковра прям из мелкой рязки как там было нет сейчас островок будет под удочкой проплывать ну и что ну и ничего да быстрый поклевки нет проверим информацию что мне ребят подсказали спасибо кстати ребят вам отдельно благодарочка лайка вам там по дереву все время окушок вот был бы спиннинг можно было бы окушка надергать кушок гоняет кого-то так вот по информации от ребят клев начался в десять утра но не правда ловили с 8 то есть два часа примерно кормили без рыбы потом начала ловиться главное чтоб рыба была в этой акватории где-то здесь рядом чтобы она может быть там в старике ночью допустим кушала потом сюда на ракушаны этот полив выходила если она где-то есть рядом врага тычок все я думаю что все получится потому что был ударчик кто-то дернул одного опарика из двух так вот если она тут питается где-то обязательно придет на точку на мяско на вкусный корм никуда и не деться от нас еще двойной тычок ой сзади на поле кто-то гавкает какие-то косули погромче главное чтоб лоси купаться не пришли ну все два тычка мы видели можно в принципе смириться с тем что и рыбку не достанем с первого заброса на дальше будем развивать успех один опарыш вижу из двух пожеван они у меня тут на руке вот этот вот вот этого подавила 2 не раздавила есть чем работать ура да 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 третий заброс есть рыбка смотрим какая это окунь почему-то под окунь это садок раскладывать не надо вот экстрактор придется доставать глубоко заглотил отдел одного опарыша и 5 мотылей были легкие подзиргун чеки не потом уже начала вершинка так достаточно динамично прыгать ну окунь что тоже не очень плохо после окуня часто лещик льют есть такое поверье так дружище давайте вот так освободим наверное правильно будет на этом месте первую рыбку тоже отпустить все что-то мне подсказывает что сегодня рыбалка состоится не зря переехал можно было конечно сидеть надеяться что там выход будет какой-нибудь утренний обеденный или еще какой-нибудь но судя по тому что река была абсолютно мертвой выглядела наверное я принял правильное решение конечно этот окунь этому не подтверждение но будем развивать свой успех всего лишь третий заброс был попробую разные комбинации 2 парша 2 мотыля например и такое все прочее кукурузку открыл баночку удивился кстати потому что как-то все бандюэль бандюэль тут единственное которое было на вокзале бобруйском вернет есть маленькие и мягкие зернышки интересно как ты покупал ее по раз было вообще дубашвили а сейчас прям такая ничего на уровне бандюэльки даже есть зернышки и помельче наверное не постоянно так поклевки есть это очень радует через 12 часов после начала рыбалки это прям очень радует на крючок нам попался после окуня густерка попалась потом еще был подзергунчик и вот попалась интересно прям за серединку губы такая хорошая платвица и в принципе тоже отпущу три рыбки отпустил можно раскладывать садок жизнь в речке есть на этом участке явно все как я ночью и слышал все где-то булькает там хищник недавно ударил причем мощный хищник то есть ловить можно и наступает такая рыбалка вот которую я люблю настоящая фидерная когда есть отклик от рыбы не так как я просидел с пяти до двенадцати часов ночи увидел одну поклевку один раз кто-то наживку но вот этот голавлик один единственный кто наживку подергал все остальное время наживка возвращалась неизменном виде сейчас буду экспериментировать пробовать такую приманку такую вот сейчас на 1 красного параша поймал сейчас попробую какую-нибудь микро кукурузинку тут выковырять совсем таки есть детского размера baby size такая вот маленькая для начала поставлю садок дальше буду ловить и тем самым вылавливая это не крупную рыбу как обычно раскармливать и надеяться на то что подойдет его величество лещ его величество яси может плотва покрупнее посмотрим как в сказке про ежика в тумане сижу тут что-то не собирается даже расходиться интересно солнце справа встало и ушло сейчас залез за спину так в тумане оно и прошло листик зацепился около часа пытался выкормить хорошенечко так рыба достаточно высоком темпе не очень понятно как она меняется на точке что-то поочередно вот так что плотва где-то на полки лодка крупная вылетела до нее был подлеще грамм на 250 наверное после плотвы почему-то окунек плотва не очень хочет не так понимаю клевать на мотыля потому что когда одеваешь опарыша одного например красного или два красных одного чулочка на цевьё второго снизу слух какая поклёвочка хорошая рыба вот нажаловался на ныл хорошая рыбка приплыла сейчас посмотрим какая даже тут можно и чуть-чуть и фрикцион в общем в течение часа примерно не понимал что происходит стабильной ловли две рыбы к ряду одинаковых не было было то мелкий окунь то еще что-то сейчас что-то крупное надеюсь что это крупная плотва судя по поклевке может кто-нибудь из езевого головлевого племени да вроде бы прогонистая нет это уже лещик приплыл приплыл лещик не зря его кормил такого и в подсак можно взять где-то в районе грамм 800 может таки ложечка но у нас в подсачке это радует экономил мотыля чтобы не выстрелить всего раньше времени потому что осталось его вчера таки его обильно там давал осталось его не очень много играм 150 может быть может быть даже 100 так подсак пригодился все-таки эти поймал братец да вот такой вот лещишка хороший не трофейный осенний обычный лещик пока правильно поплавать садочек вот может быть если эти парни зашли на точку то может быть и получше надо только не снижать темп перри забрасывать раз в три четыре пять минут хотя мне здесь на самом деле 75 процентов перри забросов вынужденные потому что набивает все-таки на леску траву вершинку загибает кормушку начинает тянуть по дну извините за немного заторможенную речь сам я приторможен по осеннему я как это как жабы эти которые он еле ползают когда холодно собирал но было взять грабли здесь на все прочистить от этой рязки берег это еще и намотал так сработала по леску наживка из одного белого парша четырех мотыли за голову выбираю чтоб красиво все выглядело мотыли таких которые поживее хотя два раза через сито прогнал они в принципе все неплохого качества пока буду экспериментировать с крупными наживками может быть лишь два красных опарыша еще попробуем такая вот очень компактная аккуратненькая наживка естественно после лесчика до в кормушку дать мотыля добрую щепотку плюс несмотря на то что на кукурузу три раза я забрасывал поклевки не получил я и все равно буду давать в кормушку я знаю что в частности плотве крупной осенью она очень нравится нам с вами удалось увидеть лещевую поклевку может быть она повторится я очень на это надеюсь но шли ребята на точку сколько сейчас я вам скажу если в 6 примерно стартовал сейчас уже 93 часа и ждал это загиб травой очередной а вот это что было за отброс такой травка соскочила наверное хотя бывает когда подходит плотная стая леща на точку такая большая бывают такие поклевки лещевой практически сразу после заброса ну в данном случае это не было поклевкой чуть чуть потеплее мне стало после этого леща шишки шло о о о о о о о о есть 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 вот это дал сопротивлению они нормально тукает нормально ну наверное рыба поменьше потому что тянется уж больно легко да от отклеился подлещик был грамм на 400 может быть на 500 я его увидел такая рыбалка начинает мне нравится достаточно быстрая поклевка как вы могли видеть и пусть не лечь но его младший родственник остается дело за малым сделать так чтобы они никуда с этой точки не уходили получится это или нет сказать сложно чипа осени если щедро давать животный компонент может получиться с желтенькими кукурузин коми еще и лучше все это выглядит из наживки видите что осталось фактически ничего не осталось хоть и как я сотни раз повторял они в моих правилах менять что-то когда клюет не я попробую на два красных опарыша потому что это по моему наживка номер один на реке осенью для ловли подлещика леща изя на реке березине небольшая поправочка так надеялся что согреет меня после этой холодной ночи солнышкой солнышко сказал мне идти в задницу и сидеть мерзнуть сейчас фрикцион не затянул на забросе тоже следствие усталость накапливающийся в принципе мне вообще все нравится чарующая такая природа листья начинают падать самое самое вот это начало непродолжительного периода когда осенью хорошо клюют всякие лещи ези головли уже когда лис листвы много поплывет уже ловить сложнее вода совсем прозрачная станет рыба куда-то пойдет на стоянке на зимовалке будет там большую часть дня просто висеть ну это так из моего из моих наблюдений ну вот и как это оценить зря я приманку поменял как считаете зря не зря сейчас мы с вами проверим сейчас вымотаем и поставим то на что клевала она то может и на это клюнет но попозже дольше надо ждать давайте эксперимента ради я вымотаю быстрой поклевки не случилось наденем опять одного белого парыша и четыре красных мотыля именно красных никаких других заодно чуть корма дадим две поклевки к ряду значит рыбка там была деваша головы рис пожалуй ты пойдешь тоже на ловлю как раз пока суда дела очередной островок травы проплыл который мог помешать поехали ставим ваши ставки господа сколько пройдет до поклевки мне хочется надеяться что до двух минут смею полагать что если они уже подошли пусть только долго подходили если подошли один раз то в течение дня можно ожидать нормального клева травка коснулась плетенки повисла на ней но прошлый раз тоже такое было и потом последовала поклевка кормушка стоит неподвижно она не начала скакать значит травка небольшая давай-ка брать клюй чтоб мы смогли сделать интересный вывод о твоих при сегодняшних предпочтениях все-таки рыбалка всегда предпочитает оставаться загадочной особенно рыбалка на камеру вот как только не снимаешь занимаешься рыбалкой только рыбалкой камеру с собой не возьмешь вот тогда поклевки нормальные клев хороший только включается объектив и каким-то магическим образом все это превращается в абы что хотя и это связывая с тем что когда снимаешь видео меньше концентрации именно на саму рыбалку меньше дисциплины наверное в ловле посидеть то посидеть себе позволишь там то эти камеры пока переставляешь от вернешься у тебя там клюет во все стороны то еще что-то в общем отвлекает это порядочно но мне интересно с вами делиться рыбалками интересно пытаться поклевку снять интересно какой-то улов показать у нас тут в Беларуси поэтому продолжаем снимать абсолютно не в тяготу примерно у меня наверное со съемками получается где-то на рыбалке три-четыре без съемок одну со съемками и съемки эти не всегда получаются фильмы не выходят поэтому поэтому так мало кто спрашивал вот так вот вам скажу то место поедешь разведать перед съемкой то еще что-нибудь просто подурачиться где-нибудь что-нибудь новенькое попробовать ну что лещ показал нам фигу фигуру из трех пальцев не захотел клюнуть ничего подождем наверное еще раз вымытую еще раз заброшу чтобы положить там чуть-чуть побольше вот этого на поклевке должен сдвинуть не смог с точки хорошо бьется резко как не такой уж и крупный сопротивляется бодро очень приятно такой же вот будьте смеяться три раза до этого нажимал на кнопку запись три заброса будем снимать поклевку поклевка не снялась естественно три раза два раза трава зацепилась один раз не клюнула только решил бросить это глупое занятие сразу поклевка лещика почему-то верхнюю губу эти удобнее будет экстрактор такой красавчик с учетом верхнего стопора идет загиб вершинки оп до какого-то упора назад оп и как он вот стучит в этот стопор как будто бы я конечно подсекаю все равно до контакта с рыбой пока не почувствую ну то есть подсекая но вероятно что он в этот момент уже самозасекается восьмидесятка кормушка на удивление сегодня стоит там практически как вкопанная даже большие пучки травы держит и не скатывается один белый опарыш пять мотылей сейчас было не вижу причин не повторить очередной хороший лещик уже четвертый третий был очень такой приличный по размеру но я тут болтал с рыболовом с фидеристом из бобруйска который подъехал поглядеть хорошо у нас работают агентурные и шпионские сети только светился бобруйске уже ребята подъезжают поболтать ну оно и приятно когда хорошие рыболовы которые знают толп которые любят природу не крохоборят по рыбе поэтому прошлого вам не показал покажу этого надеюсь этот поменьше чем прошлый такой тоже лопаточка садочка попробовал я на червячка половить два заброса не отозвалась рыба ну покрупнее чем первые два но помельче чем треть за шкирочку обхватывается значит еще ему расти и расти впереди у него все самое интересное какие-то засечки сегодня интересны две верхние губу и две в бок ну такой за кило иди поплавай пока с пацанами хорошо рыбалка стала осенней поклевки не очень часто но лещишки стали на точку на ней стоят это об этом говорит то что не клюет другая рыба когда клюют лещишки стоят чуть привередничают чуть капризничают может быть как пар от воды перестанет идти когда вода перестанет остывать по чуть-чуть уже прекращается может быть в этот момент произойдет какая-то активация активизация клёво ну посмотрим рыбачить хочется честно скажу очень хочется спать очень хочется и рыбачить очень хочется а еще есть очень хочется поэтому я взял вчера в бобруйске бобруйского хлеба так и называется хлеб бобруйский аппетитный со льном нарезанный отвините не буду чавкать в кадре вот такой очень рекомендую лен и лещи любят и я люблю овсянка единственное белорусский это хлеб или нет сейчас узнаем смотри-ка ты смотри-ка ты смотри-ка ты это один из тех хлебов в которых нету картофельного крахмала поэтому он наверное такой вкусный рекомендую покушаю хлебушка и половлю еще лечиков если вы не против то вот еще что но и а а а и и а а а а а а В общем, появились у меня соседи с правой стороны. Как же они быстро раскладываются, минута-другая, и уже кормочки летят в воду. Не знаю, что делать, думал уже рыбку достать, сфотографировать, да отпустить. Но, похоже, придется как-то по-партизански ее выпускать. Первый вопрос был, клюет, не клюет, а это ты тут в пятницу был, не ты тут в пятницу был. Потом рассказывают, что тут навалили лещей, и они теперь сюда ездят, но у них что-то не клюет. Ну, не подписчики моего канала явно, мне не то чтобы жалко рыбу им показать, но просто не хочется травмировать их душевное состояние, отпуская ее, фотографируя и отпускаю. Да и плюс я знаю, если сейчас достану эти восемь лещей, то вряд ли я или кто-нибудь, или точнее кое-кто, кто мне это место подсказал, вряд ли не тут сядут в ближайшую неделю. У меня есть планы на следующую неделю на это место. Конечно, как сегодня можно приехать в 12 ночи и занять. Хотелось бы как-нибудь, чтобы сильно малывание разносилось. Потому что тут история такая, один сказал второму, второй третьему, 10 килограмм превратились в 30, лещи килограммовые превратились в трешки, и потом не вбиться. Очень хорошо я эту схему за много лет изучил. Вот сижу, уже даже не забрасываю, и думаю, что делать. Втихаря надо как-то поиграть. Видео-то я точно выложу отсюда позже, чем тут уже рыба уйдет отсюда. Не успею смонтировать соревнования на грибном на эти выходные. Потом карповое последнее соревнование. Просто не хочется. Не хочется просто. Показывайте красивую рыбу. Вот так вот. Дилемма, господа, товарищи. Расскажите, как вы тихарите свои уловы от посторонних взглядов. Полностью плотный садок черный, чтобы ничего не видно было. Просто мыть его пойти. Далее. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok